В эстафете лидирует нижегородец Кирилл Беляков, но на последней четверти дистанции чуть сдает и приходит вторым. Россия после эстафеты в бассейне в общем зачете четвертая. Наверное, Кирилл больше других ждал этих соревнований. Чемпионат Европы проходит не просто в его стране, в его городе. Для меня это вообще праздник, потому что в этом бассейне я шести лет плаваю. И такие чувства необычные. Очень приятно и класс. Дальше фехтование. Каждая команда бьется с каждой. При поддержке трибун. Вход бесплатный, но при себе надо иметь сертификат о прививке от ковида или отрицательный тест. Неудобства антиковидные правила, конечно, вносят, но обстановка требует. Болельщики все равно присутствуют. Вообще очень нравится. Я начала как-то приобщаться к этому, выникать. Сегодня первый раз на фехтование смотрю. Так много дисциплин. Надо им, спортсменам, все вот это вот уметь. Это очень сложный вид спорта, конечно. Мужчины накануне не соревновались. Зато между тренировками была возможность прогуляться по Нижнему Новгороду. Сиди реально классные. И река – это фантастика. Она такая богатая, большая и очень красивая. Тем временем сборная России с Кириллом Беляковым и Александром Лифановым после не слишком удачного старта начинает своих соперников просто громить. Болгары и чехи не наносят ни одного укола нашим. В Фоке Мещерский за Кирилла болеют и тренеры, и родственники. Тем более, что в случае с Михаилом Беляковым эти два амплуа объединены. Конечно, переживаю. Очень переживаю. Вся семья наша, вся здесь, все переживаем. Ну, боремся с нервами, как можем. После четвертого места в плавании Россия становится третьей в фехтовании. Выше здесь Белоруссия и Украина. По результатам пяти дисциплин бронза достанется России. Серебро Белоруссии с золота мужской эстафеты уедет в Италию. Александр Быков, Ренат Бикбаев. Время новостей.